Здравствуйте! Представляю вашему вниманию обзор спортивных событий. Бронзу юниорского первенства мира завоевали прикамские фигуристы. Мария Выгалова и Егор Закроев успешно выступили на соревнованиях в Болгарии. Победил на этих стартах китайский тандем, а серебро у еще одной российской пары. Евгения Тарасова, Владимир Морозов. Награды чемпионата страны привезли на родину прикамские самбисты. Мужчины соревновались в верхней пышме. Дмитрий Ренев взял бронзу, а серебро удалось завоевать Игорю Беглерову и Евгению Исаеву. В финале уже встретился с давним своим соперником, который напрягал меня в предыдущей весовой категории. Здесь вот перешел от него, он тут долго не задержался в 100 килограмм. Как бы настиг меня здесь. Парень на 10 лет моложе меня физически просто задавил, как бы не дал бороться. А женский чемпионат страны прошел в Березняках. Турнир получился очень успешным для пермской сборной. В копилке оказалось аж 4 золотые медали. Их добывали Марина Мохнаткина, Светлана Аверушкина, Светлана Бурцева и Мария Молчанова. В финале встретилась со своей, можно сказать, постоянной соперницей Еленой Бондаревой. Ну вот мы с ней частенько очень встречаемся. И вот опять встретились и с ней. Я одержала победу. Вот едем на чемпионат мира в Японию. Добавлю, что мировой самбийский форум состоится в стране восходящего солнца в ноябре. Есть успехи и в дзюдо. На юниорском первенстве России, которое прошло в Екатеринбурге, в число призеров вошла Евгения Деменцева. Она завоевала бронзовую награду в категории 48 килограммов. Подходит к завершению первенства российской баскетбольной суперлиги. Очередной домашний матч провела на своей площадке Парма. Наши встретились со столичным Динамо. Не очень удачно пермяки провели стартовый отрезок встречи. К седьмой минуте они немало напропускали и неубедительно смотрелись в атаке. В результате 7-21. После этого Парме удалось наладить игру. Во второй четверти она даже практически ликвидировала отставание. Большому перерыву гости выигрывали всего одно очко. Всю третью десятиминутку наша команда играла на равных, но в конце матча Динамо все-таки доказала свое превосходство и победила 78-67. Самыми результативными в составе Пармы стали Чернов и Жмака, набравшие по 17 очков. В третью четверти бились, выходили вперед, игра была равная. В четвертой четверти больше сбились на индивидуальную игру и не забили свои броски. А они наоборот в быстрых отрывок нам забили все. Игра была для нас в принципе третью четверти удачная, потому что за счет настроя, за счет процента попадания мы все-таки вытянули. За счет защиты, что им пришлось бить уже через руки под давлением. И вот у них пошли промахи, у нас вроде бы туда стало попадать. Но все равно сказался все-таки уровень и глубина скамейки. В ближайшее воскресенье Парма еще раз сыграет дома против ростовского атамана. А затем перемике отправится на выезд. Соперникам будет темп из Свердловской области. На этом у меня все. Продолжаем следить за развитием спортивных событий.